доброе утро дорогие друзья доброе добрейшее веселейшее прекраснейшее утро и мы с вами продолжаем продолжаем мы и изучать тору значит так как мы уже люди продвинутые да и мы изучали 7 октября мы изучали называлась сад благодарности то есть мы поняли что самая лучшая позиция по отношению к всевышнему это благодари то есть любая другая позиция по отношению к всевышнему это похоже как плевать против ветра вот конкретно человек который который со всевышним хочет вступать в какие-то разборки он похож на того кто плюет против сильного ветра прям не просто ветра урагана и надея или надеяться остановить поезд например да то есть против всевышнего не надо идти а всевышний это реальность телеграм нет звука спасибо раз сейчас появился звук телеграме да извиняюсь доброе утро в телеграме уже есть звук и как раз это для вас знак вот всевышний всегда нам дают знаки то есть вот в телеграме нет звука а кто-то и в телеграме и в ютюбе подключен значит он уже отлично написал в ютюбе можно писать в фейсбуке тоже можно писать это как раз повод для тех кто подключен только например к ютюбу а вдруг я например завтра утром у меня не будет с собой айпада сейчас я провожу по трем канал у меня есть компьютер телефон и айпад а вдруг завтра айпада не будет собой и те кто только в ютюбе смотрят уроки значит они останутся без урока без трансляции а те кто подписаны и на телеграм-канал и на фейсбук и на инстаграм они получат по-любому получат урок которые получат какой-то месседж от всевышнего и что это нам показывает любая вещь которая не получается с одной стороны это неприятно да то есть ты надеялся что получится то есть ты надеялся что вот сейчас она должна идти по твоему плану в этом мире то есть ты придумал себе план и надеешься что этот план он реализуется а что нам рушит жизнь до жизнь по своему плану скажем так другие люди и внешние события которыми мы не контролируем и вот человек который понимает что много замыслов сердце человека это царь слава нас учил а замысел всевышнего он исполнится он не переживает но нужна вторая вера что всевышний замысел всевышнего он для меня хорош и вот тут как раз те люди у кого есть вера в бога и любовь к богу они верят что все к лучшему и все для них поворачивается к лучшему те люди которые верят что бог им хочет зла то по их вере им воздается то есть они переворачивают все же не говорит слушай путь по которому человек хочет идти ведут его ты хочешь значит ты в это веришь ты выбираешь думать что будет плохо на тебе по твоему выбору понятно да идея я сегодня видел в айом-йом есть такой хитас это называется да в хабаде то есть хумаш ты лим таня я таню не учу я каждое утро читаю кусочек торы с комментарием раши и там есть айом-йом называется книга которая создал составил последний любая часть рэба и он там приводит какие-то маленькие какие-то такие на каждый день мысли и там сегодня была мысль такая ее сказал альтера рэба он сказал такую вещь что есть отрывок в я помню из из пертьевод но он очевидно из других местах тоже кимим ха а коль а дома ли мало мим ха это пертьевод есть знаешь что наверху и ты никогда не согрешишь да 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 знает а ма ли мало мим ха а он говорит этот рэба да альтера рэба он говорит знай говорит все что наверху тебя все эти ангелы вся вся весь духовный мир она от тебя идет ты его создаешь то есть совсем другое прочтение не знает и что сверху над тобой а знай ты что то что сверху она от тебя идет он говорит задумайтесь и это как раз вот та лестница которую лестница якова который он видел во сне когда ангелы поднимаются ангелы опускаются и это как раз то что сказал царь соломон что шумер пиво и лошано шумер митцарот на вшо тот кто охраняет свой род и язык охраняет от от страданий свою душу все что человек в жизни получает все что человек в жизни имеет это как раз вот то что он посеял только семена первые это мысли потом из этих мыслей рождаются решения потом из решения рождаются слова потом из слова рождаются реакции ответы и так далее и все что над тобой она мимха но из тебя исходит и она к тебе возвращается поэтому очень очень важно осознанно относиться к своим мыслям к своим выбором к своим идеям и сегодня как раз у нас врата седьмые то есть нужно прошли а значит давайте вспомним первые у нас были врата чего началась эта книга это называется врата гордыни гордости значит вторые врата у нас были врата скромности третий врата у нас были врата какие у нас были врата третье кто помнит врата смирения скромности вторые врата стыда были третий до чего вообще что такое стыд чего надо стыдиться а чего не надо и как стыдиться врата 4 были врата наглости значит получается так гордость скромность стыд наглость дойдет парами такими дальше идет любовь ненависть пятое шестое и седьмое мы сегодня пришли седьмые врата называется врата милосердия интересно будет написать это все так хорошо запомнить а потому что в этом в этом порядке по которым мы изучаем качество характера да они они не зря этот порядок есть в этом глубинный смысл сегодня врата милосердия короткая глава и мы значит сегодня приводна страничка еще говорили так рахамим на иврите рахамим милосердие это весьма похвальное качество то есть это хорошее быть рахаман хорошо почему быть милосердным хорошо давайте вот просто простой вопрос исходя из того что мы уже вспомнили потому что если ты изнутри создаешь милосердия то все что над тобой от тебя и ты своим милосердием ты включаешь милосердие которое потом на тебя идет и это одно из главных качеств всевышнего что он милосердный и милующий и чек должен стараться во всем где может вести себя согласно этому качеству и как сам человек же желает чтобы его пожалели когда он в этом нуждается должен и он пожалеть всякого кто нуждается в нем как сказано люби ближнего как себя то есть если человек хочет милосердия к себе от всевышнего от людей то он тоже должен быть милосердный это как бы понятно теперь великие все праведники в них было развито очень сильно это качество и они будучи милосердными к другим да они получали от всевышнего милосердия хотя это было иногда очень сложным путем здесь приводится иусеф в котором который простил своих братьев он был милосердных братьям но он до этого под братьев натерпелся от всех на терпелся но он понимал что он братьям говорит вы хотели мне сделать зло а всевышний хотел мне всегда делать только добро поэтому ваша задумка была сделать не зло там меня убить продать и так далее но всевышний он как все повернул что теперь я пример министра египта я и вас спас и весь едипет спас и он добился каких-то очень больших успехов в политике и в власти во всем да и вошел в историю как иосиф праведник то есть про него говорится что в нем пробудилась рахами вот это милосердие к братьям и это как раз было значит разумный он так и пишет разумный то есть это нет просто вот ну будь жалея всех и так далее он пишет разумный разумный должен упрочить в сердце свое милосердие чтобы она пребывала в сердце все его дни то есть то какой мерой ты меряешь также тебе меряют с неба и то кто в себе развивает это качество милосердия доброты вам в конце расскажу очень интересную историю про арабиуда на 7 значит милосердие чтобы было в сердце человека теперь дальше дальше он пишет про милосердие говорит вот давайте сейчас разберем милосердие отца к сыну он говорит милосердие от отца к сыну она есть и у животных да и ослу это свойственная птица всему живому милосердие к своим детям не только у отца но это и у матери у отца то есть любовь к детям это как бы такая ну естественная вещь в этом мире поэтому даже нет заповеди и заповеди почитай отца и мать свою бойся отца и мать свою но нет заповеди любить детей всевышний сделал в человеке прошивку такую до специально сделал эту прошивку потому что если бы люди не любили своих детей то они бы не выращивали их потому что всевышний сделал так что только человеческий ребенок. Он год абсолютно беспомощный. И он полностью зависит. Потом там до пяти, до шести лет он вообще тоже, можно сказать, беспомощный. Его нужно все время за ним ухаживать, кормить и так далее, и так далее. И только с шести лет, он более-менее с семи лет уже как-то может в чем-то себя сам обеспечивать. Но и то до лет до семнадцати, до двадцати, он как бы еще не полностью сформированная личность. У животных не так. У животных он через год уже вообще не помнит, кто его родители. Кот этот там или олень какой-нибудь, да? Он не помнит. Поэтому у животных есть вот эта любовь к детям, она только на короткий срок. А вот что? А вот у людей она сильно всевышний так его прошил в людей. И поэтому нет заповеди любить своих детей. Прям нет заповедей. Потому что и так ты их любишь, всевышний это и так сделал. Нет заповеди. Все заповеди, они преодолевают свою природу, свое животное начало. А здесь как бы Бог наоборот сделал, чтобы у нас было животное начало любить детей. Он говорит, но что? Но что? Вот тут как раз и есть главный секрет. Милосердием для ребенка это больше жалеть душу своего сына, чем его тело. И иногда нужно проявить по отношению к ребенку. Раньше же детей там и били, наказывали, были такие, ну, очень были жесткие методы воспитания. Он об этом пишет тоже. Чтобы наставить на его направленный путь. Это кажется жестокостью. Но это жестокость и есть милосердие в этом случае. Если лишить сына наказания ради пробудившейся жалости к нему, это позволит сыну идти по желанию его злого сердца. Такое милосердие лишает его жизни в будущем мире. И даже он говорит, если вы усыновили сироту, а есть отдельный приказ в сторе, что нельзя обижать вдовую сироту, то он пишет, вот тут как раз доброе дело наказывать этого сироту, чтобы направить его на прямой путь. Хотя относиться к сироте нужно с большим милосердием, чем к остальным людям, но в этом и есть настоящее милосердие. И себя не нужно слишком жалеть, пишет он, но воспитывать себя, гнуть и ломать собственное злое начало. То есть у человека есть вот это вот животное начало и есть его душа. Есть интеллект, который пытается между этими двумя направлениями балансировать, да? И вот утром интеллект говорит, душа говорит человеку, вставай, служить Всевышнему. Тело говорит человеку, спать. А интеллект, он решает спать или вставать, заставить тело встать. И во всем так. Или ты идешь на поводу у тела, или ты идешь на поводу у души и у интеллекта. Интеллект, он просто компьютер, который ловит сигналы и в зависимости от программы, которая в нем есть, принимает решение, что побеждает в тебе. Или побеждает голос души, или побуждает голос тела. Себя, он пишет, нужно воспитывать себя, гнуть и ломать собственное злое начало. Дальше. Нужно жалеть своих родственников, бедных родственников, как написано, не закрывая глаза на свою собственную плоть. То есть в первую очередь нужно помогать своим родственникам, а потом всем остальным. То есть это такой закон. И так же пусть будет милосердный ко всем бедным, но больше всего следует жалеть тех, кто боится Всевышнего. И это главное в милосердии. Жалеть и проявлять миловое, на русском так перевели, проявлять милосердие тех, кто служит Всевышнему и исполняет его волю. Потому что есть милосердие, которое хуже жестокости. Это милосердие тех, кто жалеет злодеев и поддерживает их. Представляете вообще, во время, после войны, после Второй мировой войны, значит, нацисты и преступники, включая был такой Менделе. Менделе это был, он пытал детей, вытаскивал у них жив... Ну, то есть пытал страшными вообще пытками у детей, там проводил над ними опыты в концлагерях, все, его называли доктор смерть. И потом вот эти вот нацисты, эсэсовцы, они сбежали в Рим. И Ватикан. Ватикан им помогал и переправлял их в Аргентину. Были крысиные тропы, это называлось. То есть именно Ватикан им делал паспорта, новые документы и переправлял их в Аргентину. Вот такая вот милосердие, это хуже жестокости. То есть это, ну, понятно и очевидно. Потому что убийцы, маньяти, насильники, те, кто сейчас жалеют вот этот Хамас, которые просто убийцы, убивали детей просто жестоко и с наслаждением. И теперь тот, кто жалеет Хамас, он становится такой же, как они. Это не милосердие. Это такое милосердие хуже жестокости. И он пишет, это великая ловушка и глубокое падение, если кто-то возвеличивает злодеев и протягивает им руку. Этим он унижает и презирает добрых. И об этом сказано, не жалей его и не будь милосерден с ним и не покрывай его. Прямо так Всевышний сказал. Например, есть в Израиле вот эти вот хамасовцы, они, значит, сделали, зашли в дом. Там была семья, спящая семья. Пять детей он зарезал ножом. Вышли родители, начали с ним бороться. Убил он там, по-моему, и родители тоже, они успели убить. Потом их арестовали, не убили. Но что? Они сидят в тюрьме и сейчас их хотят обменять на, значит, на заложников израильских. Это жестокость. Таких людей надо было сразу после того, как их поймали. Их надо было убить. То есть, человек, который ножом, ножом режет, режет ножом и убивает, значит, детей, его надо убить. Это обман. Даниэль Манн, кто это пишет, это полный обман, конкретнейший обман. Если бы нацистов не было, никто не мог сбежать в Израиль, их бы здесь убили. Были после войны отряды мстителей, которые в Европе продолжали искать вот этих нацистских преступников и их убивали. То есть, еще раз, я не обобщаю, вот, страна, народы, нельзя. Я не говорю, араб, есть хамасники, причем, из хамасников есть те, кто руками убивают, есть кто не убивают. Теперь, убийца, это тот, кто убивает. То есть, не важно, какой он национальности, не важно, какого он цвета кожи и так далее, убийца, это тот, кто убивает. И милосердие к злодеям, это хуже, чем жестокость. Но именно к злодеям. Я против обобщения. Нельзя сказать, что, если, например, немцы убивали евреев, так что всех немцев надо убить, это неправда. Это неправда. Значит, ну, Даниэль Ман, я сейчас вас просто отключу и все, потому что все вот эти вот обвинения, они голословные и пустые. То есть, понятно, часть каких-то людей, которые могли называть себя сионистами, они могли с кем-то сотрудничать. Но сионисты, по сути своей, да, они, ну, вообще, это очень такое название, сионисты, нацисты и так далее. Давайте эту тему закончим. Теперь, значит, но также является здесь очень интересная такая вещь. В Торе Всевышний сказал, что не следует жалеть бедного в суде. Казалось бы, это же как-то не милосердно. Он говорит, нет, суд, это суд. Суд не должен, не должен смотреть на, на бедного, не бедный и так далее. Суд, он должен судить честно. Суд должен судить честно, вот именно в этом тоже очень важная вещь, что есть милосердие, а есть суд. И суд должен учитывать каждую деталь. Например, мы говорим, вот он убийца, да, на кого-то. А вы знаете, сколько есть людей, которые, например, их обвиняли в убийстве, но они оказались не убийцы. Есть такие люди, и убить такого человека, это значит стать убийцей. И вот тут очень важно, что суд справедливость, она должна быть в чистом виде, без всяких, всяких добавлений. Справедливость без всяких добавлений. А вот милосердие это отдельная штука, то есть милосердие это отдельное. Это отдельное, это отдельное. Суд это суд, милосердие милосердие. То есть не следует склонять суд к несправедливому решению ради нужды бедняка. Значит, здесь была тоже очень интересная одна вещь на следующей странице вот животные и животных следует жалеть это мы можем заключить из того что запрещено мучить животных есть отдельный запрет в талмуде что прямо это запреты стороны делать мучать животных нужно есть вторе прямо свыше говорит подними упавшее животное даже если это животное твоего врага то есть удействуй враг и у него осел упал там нагружены весом то есть ты не должен из-за того что этот осел принадлежит твоему врагу его не пожалеть пожалей этого осла подними вот помоги ему подняться животных нужно поторе кормить раньше чем ты сам покушал например ты заходишь домой и у тебя есть там коровы и так далее вначале покорми покорми значит животных потом покушай сам это милосердие и значит дальше как в себе выработать это милосердие он говорит очень здесь есть простой совет знаю нужно приучить себя говорить мягко просительно и с милосердием через разговор через разговор нужно приучить себя говорить с милосердием и во время молитвы следует придерживаться просительного тона большую награду получает человек за милосердный образ разговора когда он мягко беседует с нищим вот тут как раз есть и проверка с кем ты беседуешь мягко значит сказали мудрецы что тот кто дает бедному деньги он удостаивается шести благословений а тот кто утешает его удостаивается 12 благословений и разговаривать с человеком бедным следует тихо утешать его в его печальных обстоятельствах уважать и как-то его поддерживать превозносить его понятно да это очень такая интересная вещь что когда человек придерживается милосердия это от доброты и то есть установить надо в себе по умолчанию вот это милосердие доброта теперь по дальше в каких-то случаях если это злодей нужно ее выключать это милосердие то есть весь вопрос в том что что у тебя установлено по умолчанию как твое главное качество теперь для человека у которого установлена милосердие по умолчанию как главное качество этим самым он пробуждает постоянно милосердие к себе от всевышнего и от мира человек который у которого милосердие иногда включается иногда выключается но большую часть времени он находится в ситуации какой-то там настороженности жестокости суда на других людей до такого то в этот момент он на себя вызывает то же самое поэтому по умолчанию лучше установить милосердие теперь есть известная история в трактате баба мицея в седьмой главе рассказывается история про раби лазара сына раби шиман барюха скоро как раз будет йорци это раби шиман барюха лакба умер и это как раз про его сына раби лазар сын раби шиман барюха который с ним вместе сидел 12 лет в пещере 13 лет с этим они сидели 12 потом вышли потом вернулись и значит рассказывается что в какой-то момент он начал сомневаться вдруг у него есть какие-то все-таки грехи он всю жизнь он хотел быть перед свыше им праведником но он засомневался вдруг я что-то согрешил случайно и он начал звать на себя звать на себя страдания он говорит пускай придут ко мне страдания искупить мои возможные грехи и каждую ночь на него на него каждую ночь приходили у него были какие-то язвы у него там просто не потом стих можно было крови выжимать у него всю ночь дико страдал какими-то язвами а утром он говорил уйдите от меня страдания и целый день он учил тору молился а ночью опять приходили на него страдания значит и так у него было не помню сколько лет но много лет а вот так было сейчас я дальше там очень был интересный момент с его женой с его дочкой с этом целая такая это пропускаю потом был рабе иуда носи который был глава тогда всех мудрецов и он и он говорит я тоже хочу чтобы на меня приходили страдания потому что чем больше страдания тем больше награды то есть на каком-то уровне на ком-то уровне праведники они уже как бы еще для себя каких-то сверх усилий в сторону всевышнего как когда рабе активу его римляне казнили говорить о всю жизнь об этом мечтал то есть они уже на другом уровне и они хотят знаете таких сверх экстрима когда они готовы душу отдать за всевышнего когда они страдают но они при этом радуются то есть это уже такие экстремальные такие духовные упражнения и вот рабе иуда носи он тоже попросил у всевышнего чтобы дал ему страдания и всевышний дал ему страдания он там у него были камни в почках у него болели зубы он так кричал когда ходил в туалет из-за этих камней в почках что заглушал у него были целые там стада животных не слышно их было так вот кричал от боли но там вот говорит но страдания рабе лазара они более были как бы высокого уровня потому что у него это реально не было никакого греха у него не было причины для этих страданий то есть у него просто он был полностью праведник и поэтому его страдания ему давали больше уровень духовного там поднятия роста арабе иуда носи у него все-таки была одна проблема талмуд говорит какая была у него проблема говорит когда-то он во дворе шел и теленок бежал от шойхита шойхит это тот кто резник режет животных для еды и этот теленок подбежал к рабе у диана си и значит к нему тнулся мордой в него что просто утнулся мордой и радиуда носи говорит ты для этого был рожден чтобы тебя зарезали и съели в этом твоя как бы высшая высшая функция в мире зачем чтобы тебя зарезали и съели все значит с неба раздался голос что на уровне такого праведника это это уже как жестокость была до по отношению к теленку и у него начались это была причина для страданий теперь тому говорит а почему у него закончились страдания как раз я вспомнил потому что здесь он пишет что создатель милосерден со всеми своими созданиями как в тайлиме сказано 145 ты псалом 9 9 отрывок в эрахамам аль кольма сав что милосердие всевышнего на все свои создания на все свои дела значит рабиода носил в доме его служанка она подметала и там были крысят крисята маленький она хотела их убить он говорит стой пожалей их потому что в эрахамам аль кольма сав он милосердие на все свои создания и в этот момент у него закончились страдания то есть мы видим что как действительно когда ты говоришь что-то думаешь делаешь то ты все оно на тебя возвращается поэтому иногда милосердие какому-то котенку спасает потом от какой-то аварии иногда жестокость какому-то там человеку потом приводит тому что падает терпич с крыши иногда доброта к злодею приводит тому что потом этот злодей приходит и значит все забирает а иногда милосердие к тому кому может быть и не стоило бы быть милосердным до какой-нибудь там бомж алкоголик и так далее приводит тому что какая-то молитва была выполнена хотя и не должна была быть выполнена то есть идет такое же беспричинное милосердие да вот тут вот это такая комбинация поэтому подведем итог по умолчанию нужно быть милосердным теперь злодеем не надо быть милосердным к своим каким-то плохим качеством не надо быть милосердным а вообще надо будет добро Все, всем удачи и успехов Чтобы Всевышний был добрый к нам Чтобы мы были добрые к правильным людям И чтобы в принципе Доброта победила Все, удачи и успехов С Божьей помощью встречаемся завтра В 10.00 Счастливо Пока